Никто из наших зрителей не знает, что мы снимаем несколько серий за раз. И новая тема – это верхняя одежда. Мы должны синхронно сказать. С вешалкой нельзя сниматься, фагиайки могут убедить. Да, кстати. Что такое ранимый-то, я не могу понять. Всем привет, мы Марина и Ирина Голомазина. Я глаза закрыла на той фразе. Это удалось слово. Всем привет, мы Марина и Ирина Голомазина, соосновательница марки «Веллсторис». И это наша новая серия. Мы сегодня вам расскажем про нашу верхнюю одежду. Да. Мне кажется, в этом сезоне у нас самый огромный выбор верхней одежды. Очень большое разнообразие от легких пуховиков до утепленных парок, а также дубленки и шубы. Так как я перекусила и хочу спать, я вызвалась модели, буду меньше говорить, но больше примерять. А Ира будет больше говорить и тоже примерять. А давай, знаешь, как сделаем? Давай просто оденемся обе, а ты прокомментируешь. И мы так быстренько все сделаем. Ну давай. Давайте начнем. Ну давай. Давайте начнем. Я тоже хочу, у меня столько работы. Я тебе руку вывернусь, а ты сейчас где оденешься. Зайдите, пожалуйста, в раздел новинки, и вы увидите новые пополнения. Я, кстати, сегодня еще не заходила, поэтому включай компьютер. Ну все, вы пока смотрите серию, а мы посмотрим новинки. Мне так, кстати, юбка и не досталась. Она еще не вышла. Но я ее жду. Он, кстати, не облегченный. Я думаю, что Катя вам прокомментирует, какая плотность наполнения этого пуха, и что за пух внутри этого пуховика. Все пуховики из нового сезона осень-зима у нас с наполнителем пух перо 90 на 10. Это значит, что в наполнителе 90% пуха и 10% пера. Для чего перо нужно в наполнителе? Перо его рубят на мелкие-мелкие кусочки. Потом его добавляют к пуху. Но у нас идет наполнитель 90 на 10 пух перо люкс. Люкс – это значит, что перо его порубили, и вот эта вот самая верхняя часть идет в наполнитель. Кончик, да, кончик идет в кончик, потому что он мягкий и воздушный. Для чего нужен пуху? Для того, чтобы пух, то есть он сам по себе в пух-пакете как шарик, то есть он такой, как комочек. И чтобы он как-то мигрировал по пух-пакету, и его как-то разбавить, для этого как раз-таки нужно вот это вот перо рубленое. Рубленое люкс-перо. Когда я говорю облегченный, это значит, он для меня очень легкий и невесомый, но при этом очень теплый. В этом сезоне мы придумали три цвета. Сырые сидели, выбирали, голосовали. Красный мы очень долго сомневались, потому что мы же всегда все носим очень спокойное и базовое. Всегда очень хочется чего-то такого необычного, и мы рискнули на красный. Не зря рискнули, он всем полюбился. Почему мы хотели черный пуховик? При том, что, кстати, скажут, что за женщины непостоянные, постоянно выбирайте на зиму самые светлые цвета, пожалуйста, не будьте как все черная пуча в метро. И я такая, а этот черный пуховик самая незаменимая вещь в вашем гардеробе. Смотрите, когда мы выбираем те или иные цвета, мы ориентируемся на разные предпочтения и совершенно разных людей. Есть люди, которые готовы носить светлые цвета, а есть люди, которые не готовы носить светлые оттенки, потому что они часто едут в метро, передвигаются пешком. Они выбирают более практичный вариант универсальный, это черный цвет. Мы всегда ориентируемся совершенно на разные вкусы людей, не только на своими. Я черный выберу, потому что я бы хотела носить его зимой с леггинсами, кедами белыми и шапкой пуховой. Сейчас представила микс. А я бы надела этот пуховик на горнолыжку и все дело бы пила глинтвейн. Мы выбрали сознательно укороченный модель, он выглядит как бомбер, такой полуспортивный, хотя Ира в платье, он выглядит как жакет, но в нашей коллекции несколько вариантов пуховиков, от коротких как бомбер до удлиненных, поэтому первый, который мы показываем, выглядит как бомбер. Это для тех, кто любит вот такие вот платья и не хотел бы носить пуховик в спортивном стиле, а хотел бы приблизиться к классике, поэтому вот этот стеганый пуховик пальто идеально для тех, кто любит классику и никогда от нее не откажется. Пальто стеганое появилось, если я не ошибаюсь, два года назад. Первый цвет его был серый цвет, оно было немного короче, чем сейчас, но был другой воротник и другие застежки, и был немного коротковат рукават, но несмотря на немного коротковатый рукав, все эти пальто раскупили быстро, молниеносно, и все отделы, какие только могли, в тот момент подключились к логистике и упаковывали всем покупателям заказы. Это было прям... Вот я могу опять ошибаться, но все-таки не должна. Это была самая первая модель пуховика, которая появилась в 12 Stories. Так как оно было популярное, так как оно всем понравилось, мы его решили немного доработать. Добавили длину рукава, добавили длину изделия, изменили немного воротник, изменили манжеты, и теперь это вот его последняя интерпретация. Ну, у него еще ткани, конечно, менялись, то есть на него всегда использовалась тонкая тафета, но она была глянцевая, матовая. В том вот году она была матовая, такая поплотнее, в этом году она глянцевая и очень тонкая. Поизящнее получился, чем в прошлом году даже. Ну, может, кому-то и в том году подразто на вкус и цвет. Несмотря на то, что он супертонкий, здесь идет пух, и он очень теплый. На самом деле, такой облегченный вариант. На самое начало осени я бы не посоветовала носить зимой, потому что он достаточно тонкий, но если кто-то собрался на шопинг, и он ездит на теплой машине, то это самый оптимальный вариант. Выглядит как матрасик. Море или горы? Море. Море. Чай или кофе? Сейчас был чай. Ну ладно, кофе. Кофе. Питер или Москва? Пусть Москва. Москва. А Марина выбрала Питер однозначно. Слушай, мы не помним, честно. Я знаю. Питер. Кеды или каблуки? Кеды. Кеды. Кошка или собака? Собака. Собака. Весна или осень? Осень. Осень. Книги или фильмы? Фильмы. Блин, ну так трудно. Сериалы. Ну, то есть фильмы больше. Угу. Помидор или шоколад? Не помидор, не шоколад. Не шоколад, не люблю ни помидоры. Меньше из зол тогда. Блин, ну ладно, помидоры. Шоколад. Отращивать волосы или срезать к чертям? К чертям. Блин, ну что за... Неоднозначно. В зависимости, мне кажется, от настроения. Ну ладно, пусть будет отращивать. Марина или Ирина? Это что, я вспыхала? Тут нужно маму спросить с папой. Они скажут и то, и другое. Ну, пусть будет Ира. Не знаю, мне не нравятся ни то, ни другое иметь, честно. Очень странные имена. Это папа нас назвал, поэтому... Ну надо выбрать одна. Ну ладно, пусть Марина будет. Марина. Окей. Оставляйте свои вопросы конкурсу «Блиц-опрос». В одной серии мы уже показывали этот пуховик и внесли его в свой базовый гардероб. Вы можете посмотреть наши комментарии по этому пуховику. Поэтому здесь все. Этот пуховик появился у нас еще в 2016 году. Он был сначала у нас укорочен, потом мы разработали модель в более длинном варианте для тех, кто все-таки любит потеплее и кто не хочет простыть. Это зимой. Он у нас меняется каждый год, но мы его усовершенствуем, меняем кнопки, обязательно какие-то комментарии, изменения вносим. Но не меняем нашу вот такую вот шерсть. Она идет специальная обработка, она водоотталкивающая, поэтому даже если пойдет снег, с ним ничего не случится. Сразу хочу сказать, что специально не нужно ставить под фонтаном с водой. Он только для легкого снега, где действительно пропитка не даст воде проникнуть в слой пуха. У нас в этом сезоне появилась новинка, новый цвет. Кстати, вы можете его на сайте посмотреть, он такого розового оттенка. Кстати, крутой. Ребята просто на съемку забрали. Вот так это будет очень комфортный, уютный образ. И еще раз хочу сказать, что этот пуховик, он не выглядит как пуховик, он выглядит как теплое пальто из-за меня на хорошей шубе. Вы никогда в нем не замерзнете, даже до 30 градусов, потому что он очень теплый, очень. Плюс мне нравятся такие вещи, в которых можно сидеть, легко его кинуть, он не помнется, вот это его хороший плюс. При этом он не выглядит как спортивный пуховик, а выглядит как элегантное пальто. С чем носить можно? Да, хоть с чем. Носить можно с тем, что у нас на сайте, Кирилл. Да, хорошо, с чем его носить? Удлиненное пальто можно носить с платьем. Здесь идеальная длина, даже если чуть-чуть. Ну, тут не чуть-чуть, но выглянуло платье, ничего страшного. Я уже в какой-то серии говорила, что не нужно соблюдать вот эту меру длины. Просто смотрите, чтобы все было гармонично. Его можно носить с любыми вещами, с джинсами, с юбками. Ну, здесь очень нейтральный цвет, и он вам не надоест несколько зим. Ну, если вы не супермодница, которая привыкла каждый месяц менять наряд. Иван, какие женские вещи вам категорически не нравятся? Гульмира Бек. Мне не нравится абсолютно. Мне кажется, к нам это пришло и из Америки. Мне не нравится вот там современная весь такая тенденция. Я не зову это трендом, потому что это не модный тренд. Это именно тенденция у нас в России. Желание втянуться, открыться по максимуму, желание накачать максимально большие губы, максимально большую грудь. Мне кажется, это прослеживается в Америке и прослеживается в России. Я думаю, что очень мало стран, где это еще есть. Чувство вкуса, оно все-таки немножко в другом. Можно уметь надеть что-то свободное или что-то менее оттягивающее, правильно подчеркивать какие-то вещи. Чтобы быть привлекательным и сексуальным, не обязательно, чтобы торчали соски и было видно грудь. Для этого можно показать плечо или сделать какой-то разрез, чуть-чуть выше колена разрез, и этого будет достаточно для того, чтобы включить мужское воображение. Вообще вся верхняя одежда должна быть базовой. Базовой и универсальной. Чтобы не замерзнуть, чтобы пойти в лес и в горы, чтобы ездить за город. Это один. Верхняя одежда. Да. Чтобы ходить в офис и жить в городе и не замерзнуть. Либо удобно ездить за рулем, например, либо гулять с ребенком. Это столько функционала в этой верхней одежде, поэтому здесь зависит еще от вашего образа жизни. Потому что если вы молодая мама и гуляете все время с ребенком с коляской, то вам нужен вот такой вот пуховик с капюшоном. Потому что у него закрыта шея, он очень теплый, он очень удобный, он не сковывает движения, потому что он такой более широкий, везде закрытый. Здесь нужны только варежки, шапка и теплая обувь. Вот это очень удобно. Если вы городская жительница и привыкли к какому-то активному ритму жизни, ездите за рулем, то вам нужна легкая дубленка, не менее теплая, как пуховик. При этом в машине вы точно не замерзнете, и вам будет удобно ездить, потому что она не сковывает движения. А где у нас черная? Черную, мне кажется, забрали на съемку. Потому что мы все время рыжую снимаем. А да. Нет, она есть. Где ты ее видишь? Нет. Эх, ее забрали на съемку. Что можно сказать про дубленку? Можно сказать, что это тренд, когда можно носить и с сапожками, и с брюками, и с джинками. Да. И дубленка легко заменит шубу. Потому что сейчас в последнее время все уходят от шуб, таких норковых, каких-то саболинных. Все переходят на более кэжуал одежду. Я считаю, что дубленка – это кэжуал одежда. И очень универсально в эксплуатации. Ну да. Я не знаю, что говорить. Кирилл, блин. Да. Сделали ее специально в стиле жакета, для того, чтобы можно было носить и с брюками, и с юбкой, и так далее. Вот. Мы ее сделали в этом сезоне более облегченную, более легкую, но она не менее теплая. Выбрали новые цвета. Вот. Она будет еще в черном цвете. Она уже есть в черном цвете на сайте. И вот в таком вот горчичном цвете, очень красивом, ярком. Вот. Который, в принципе, подходит тоже под все. Да. Мы, кстати, долго выбирали мех и обработку. Здесь очень нежная, тонкая шкурка. При этом она от толстой отличается только плотностью. Такая же теплая и также сохраняет хорошо тепло. При этом вот эта обработка, она даже качественнее и дороже в производстве, чем грубая и толстая. Поэтому, когда будете смотреть эту дубленку, не пугайтесь, что она более тонкая. Наоборот, у нас была задача сделать ее более легкой. И более удобной. Да. Более легкой, более удобной, но при этом такой же теплой. Вот это наша была задача. Эта шуба из нашего детства. Я думаю, что многие нашего возраста застали этот период, когда все ходили... Мутоново в шубах. Да, да, да. И когда мы были маленькие, нам было там по пять лет, было дико неудобно, потому что ты ходил вот так. И когда ты падал, ты падал вот так и садился. Еще у тебя была мутоновая шапка с резинкой вот так наверху, где ты вообще не слышал и не видел. Я не знаю, о чем думали наши родители, когда нас собирали вот так вот. Просто ты вот в этих валенках, в этой шубе маленький идешь, у тебя и так ноги только начали двигаться. В этой шапке просто как в танке. Почему мы ее выбрали? Потому что она действительно теплая. В этом сезоне мы единственное немного переделали модель. Мы сделали пуговицы, сделали немного другой воротник, вот, добавили в карман обработку кожи для того, чтобы не вышаркивались края. В общем, и она стала немного короче. Мы придумали не боярскую шубу в пол, а мы придумали шубу, которую можно носить с голубыми джицами и кедами, можно носить с кашемировыми свитерами и брюками. И при этом слово шуба звучало модно, по-современному, потому что мы ее сделали более современной, более актуальной. При этом она осталась все той же классической мутоновой шубкой. Это для тех, кто все-таки любит пальто. Оно у нас разработано именно по лекалам пальто двубордного. Здесь идет мех, облегченная овчинка. Она очень легкая, при этом очень теплая. Этот вариант для тех, кто обожает крой пальто и не хочет отказываться в нем даже в холода. Это идеальный вариант. Ну, здесь плюс этого пальто в том, что ты можешь пододеть любое платье, любой длины. Здесь закрывается попа, тепло. И это классика. Объявляли конкурс на самую интересную историю о испорченной вещи. Так вот, мы выбрали Марину. Кашемир и правда очень легко испортить. Моя бабушка перебирала в шкафу свои вещи и нашла там бежевый шерстяной свитер. Маме он очень понравился, и она забрала его себе. Бабушка его не носила. Конечно же, не имея опыта правильного ухода за шерстью, мама постирала его в машинке, и он уменьшился. Свитер, став на два размера меньше, обрел новую хозяйку, меня. Я носила его тоже недолго, до первой стирки. Дальше он стал размером для моей младшей сестры. А сейчас его носит наша маленькая племяшка, которой 6 лет. Вот так от самого большого в нашей семье к самому младшему. Очень продоподобная история. Со всеми такое случалось, и вы выигрываете платье. Поздравляем вас! А эту шубу мы сделали из искусственного меха. Доступный вариант для тех, кто хотел бы попробовать новый тренд. Мне кажется, здесь можно смело покупать, потратить деньги. Она, конечно, не так сильно будет согревать в 30 градусов. Как натуральный мех. Да, 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 как натуральный мех. Но здесь мы сделали, смотрите, стеганую подстежку. И она будет очень теплая. По ощущениям, такой же приятный. И выглядит даже намного дороже, эффектней, чем шуба из натурального меха. Ну, как всегда, мы делаем выбор для всех. Я голосовала за укороченный вариант, Ира голосовала за удлиненный вариант. Мы не можем ограничивать никого каким-то одним вариантом, поэтому при разработке тех или иных моделей мы всегда ориентируемся не на одного человека, не на себя прежде... Прежде... Пу, блин. Прежде... Слепо. Да, типа, пить. Для тех, кто в машине, для тех, кто пешком, для тех, кто любит длинное, для тех, кто любит короткое. В общем, всегда при разработке делаем два варианта. Темное и светлое. Обязательно, потому что у каждой девочки должен быть выбор и альтернатива. Это темное и светлое. Длинное и короткое, теплое и менее теплое. И ее не жалко потом с ней распрощаться либо подарить кому-то, потому что она стоила не таких больших денег, как из натурального меха. Здесь вы можете легко совершить покупку, потому что она более подоступна цене. Она не продувается. Она очень теплая. У нее очень плотная ткань. Она с водоталкивающим эффектом. Я вообще с удовольствием присяду в ней на скамейке, когда Пьер гуляет. Она с капюшоном. Ну, что можно сказать про нее? Она не мнется, в ней можно валяться пьяной. Если вдруг упал, то знайте. Ну, не важно, почему ты упал. Если вдруг важно, по каким причинам ты это сделал, то не переживайте. Вы не так сильно ударитесь, потому что она очень мягкая. Здесь расстегивается капюшон. Он может служить как вот таким воротником, так и капюшоном, если его застегнут. В общем, девочки, заходите к нам на сайт, в раздел верхней одежды, и вы увидите все парки, облегченные пуховики, дубленки, шубы. Все в одном разделе. И следите за нашим разделом новинки, потому что не вся верхняя одежда еще поступила в продажу. Парка у нас в этом сезоне уже не новинка. Она была у нас в прошлом сезоне. Осень-зима. Но мы ее доработали. Мы изменили пуговицы у нее. Это очень важно, потому что в прошлом сезоне, осень-зима, очень многие испортили себе эти парки, сдав их в химчистку. То есть химчистка вообще для верхней одежды не запрещена. Но из-за того, что там было такое лакокрасочное покрытие на пуговицах, при использовании каких-то химических средств краска сошлась и облупилась на некоторых пуговицах. А в этом году мы поставили пуговицы с резиново-матовым покрытием. То есть они совсем другие, которые можно сдавать в химчистку. Они не облупятся и не обрезут. В общем, каждый раз, когда мы повторяем то или иное изделие, мы учитываем все замечания и комментарии наших клиентов, тех, кто уже приобретал, тех, кто носил. А, кстати, вот этот вот, так скажем, пуховик, такой более теплый и более короткая парка, она у нас, кстати, первый раз в сезоне. Мы на нее смотрим, смотрим, как вы реагируете на нее, покупаете или нет. И если будут хорошие отзывы от аналитиков, то мы ее повторим в следующем сезоне. Светлана пишет, две мартышки. Господи, да я такое пальто и даром не возьму. У нас сейчас вдруг все стали разбираться в моде. Бесят даже. Блин, мне кажется, мы никогда не говорили, что мы разбираемся в моде. Ну, мы тут даем комментарии по моде. Нет, ну, мы же даем свое личное предпочтение, но это не значит, что нужно носить всем и слушать нас. Мне кажется, вот мне, когда пишут такие комментарии в директы, а я думала, вы профессионал, а я думала, вы разбираетесь, да с чего взяли, я вообще не разбираюсь. Не разбираюсь ни в моде и не собираюсь в этом разбираться. Я даже не собираюсь читать каких-то стилистов, ходить на какие-то лекции. Мы всегда изначально говорим, что мы носим то, что нам нравится, и не обязательно повторять за нами. Светланка. А еще у Светланы ее там все бесит даже, у нее восклицательный знак. Мне кажется, Светлане надо просто не беситься и... и не оскорблять других людей. Не берите даже даром пальто и действительно не беситесь. Просто не смотрите наш канал. Если мне раздражает человек так же с восклицательным знаком, я от него отписываюсь, либо не комментирую и не смотрю. Не тратьте свои эмоции на чужих людей. Правильный совет, хотя бы мне сейчас в ответ скажется, что вы не просили совета. А две мартышки нас так папа называет. Правда. Это по-доброму, правда. Я не думаю, что Светлана здесь просто... Она выразила такую некую просто эмоциональность женскую. Это нормально. Ну, бесит ее, ну, не нравится. Мне кажется, классно. У нас для вас интересный конкурс. Расскажите вашу историю о том, как вы находили деньги в кармане, либо перчатку на улице. Ну, что-то такое. Очень нужно. А я один раз, кстати, купила сумку и нашла там женскую заначку. А что такое женская заначка? Это лучше, чем корм. Вот у нас была такая история, когда клиентка купила пуховик и написала, что нашла там корм собачий. Все офисом думали, что это я и Пьер. А я говорила, что у меня здесь не было неделю. Может быть, у вас тоже есть интересная, смешная история, когда вы нашли, например, в куртке деньги, в сумке деньги. Короче. Либо конфету, которую спрятали два года назад, и тут оп она и в тему. Понимаете? Поэтому пишите, оставляйте комментарии, и мы подарим вам сертификат на 5000 рублей. Пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь этим видео и жмите колокольчик для тех, кто не подписался. А мы пока прощаемся с вами. Привет, меня зовут Дарья, и моя мудрость на сегодня. Если ты нашел работу по душе, то зарплату ты будешь получать не деньгами, а одеждой. Я хотела бы напомнить о том, что в день мы снимаем по 3-4 серии. Поэтому... По 3? Что, не 3 было? Да. Нет, это вторая, а нам надо 5. Третья, 5 надо нам. В смысле, сегодня 5? А ты думала, это закончилось? Да. Давай, ты для них попрощаешься, а мы начнем снимать 4-ю серию за сутки. И еще 3. Поэтому мы с вами прощаемся. Кирилл, мы так не договаривались. Пока. Скажи пока. Пока, все.